Приветствую, друзья! Меня зовут Алексей Курбан, вы смотрите канал People Life. У нас на связи наша постоянная гостья, шаманка, таролог из Харькова. Сейрош, Сейрош, здравствуй! Привет, привет! Мы на носу очень большого светлого праздника Пасхи. Наше разное министерство, все руководство страны предупреждает людей не посещать массовые собрания, церкви и так далее в этот день, потому что в день праздника, по традиции, оккупанты могут неприятности готовить. Как ты видишь, как видят твои карты, твой прогноз на день Пасхи и на следующий день, это первый день Пасхи, он тоже считается большим праздником и неделя после Пасхи. Чего ожидать, что готовят русские на Пасху для украинцев? Ору, об этом уже пошла вторая неделя, и не только я ору. И сегодня этому официально Генштаб подтвердил, то, что я ору уже несколько недель, понимаешь. Какие-то провокации, скорее всего, будут. Есть большая вероятность массового обстрела. Она есть, она выпадала задолго вообще до каких-либо там событий, даже с Лаврой. То есть у меня там, что-то я не помню, по-моему, еще в феврале спрашивали прогноз на март, на апрель и на май. И вот у меня там до середины апреля выходило, что вероятность ракетного удара очень большая в этот промежуток времени. Какие-то теракты, связанные с церковью, ну, как я и говорю, с зданиями духовенства, давай их так назовем. А вот, и вот это вот вся история. Мне даже об этом сон снился. Я об этом уже говорю несколько недель. То есть все равно предупреждаем. А что снилось в сне? Снилось в сне, это еще несколько недель назад, по-моему, снилось в сне, что у меня друзья поймали какого-то коллаборанта. И мы, типа, к ним прибегаем посмотреть, что там за коллаборант. А они сидят за ноутбуком, у него в телефоне переписка с кем-то, куда он шлет координаты. И если ты вбиваешь эти координаты банально в гугле, у тебя начинают вываливать, там, ну, опять-таки, здания духовенства разные. Лавра, монастыри, ты понял? То есть вот четко, типа, мы такие, нифига себе, вы что, ну, типа, блин, ты им нафига такую информацию сливаешь? Типа, что, по церквям собрались бомбить? Как-то так во сне. Ну, вот такой вот сон, и я об этом сразу же написала в инстаграм, о том, что мне такое снилось. И я не одна, я об этом говорю, и как бы об этом и ГУР, и СБУ предупреждают, и Генштаб предупреждают о том, что не нужно собираться в одном месте массово, нежелательно. Давайте мы как-то дома, да, и в ограниченном, ну, с ограниченным количеством людей как-то массовые вот эти вот сборища не пойдут на пользу. То есть сегодня буквально мне уже скинули новость о том, что, по-моему, во Львове кто-то подпалил церковь. Пытался, пытался, да. Да, да, то есть мне уже, мне уже мои подписчики написали о том, что вы говорили, что могут быть провокации, теракты, но вот он, кто-то церковь начал, ну, ты понял, то есть вот такое вот будет, реально будет. То есть поэтому я всем еще раз говорю о том, что, пожалуйста, в вашей книге святой, ваш Иисус говорил вам о том, что Бог не в камне, Бог в сердце. Так вот, помните об этом, пожалуйста, можно как бы с Богом поговорить дома. Да, безопаснее для себя, безопаснее для остальных, безопаснее для семьи. А скажи, пожалуйста, давно не задавал вопрос, в каком состоянии у нас находится наша система ППО в Украине, в частности, вот в восточной части, на юге. Она стала еще сильнее, потому что давно не встречала новостей о том, что мы что-то получили, что-то из Израиля, железные куполы. Модернизировалось это все, оно улучшилось, оборона в принципе. У нас скорее добавилось в авиации. Мы сейчас местами тащим за счет авиации. Это из того, что я просматриваю. Больше не в системах, а в авиа, как бы возможностях. С системами, я уже объясняла, с системами дефицит. ПВО вообще это дефицитная история. Ее никогда не бывает с запасом ни в одной стране, понимаешь? А уж тем более, когда мир не готовился к поехавшему диктатору и к войне. Поэтому там с этим есть некоторые проволочки и затыки. Передадут что-то, передадут в какое-то обозримое будущее. Это вопрос до конца весны, ну то есть точно еще что-то передадут. Но сейчас там как бы вывозится, это больше авиа даже. Благодарю, что разъяснила. И на эту тему еще следующий вопрос. Как видят твои карты, тревожным ли является звоночком то, что Россия намерена начать серийное производство крылатых ракет Х-50? Что может указывать на возможность усиления ракетных ударов по Украине ближе к осени? Потому что на это надо время. Тоже сегодня буквально смотрела этот вопрос. Да, такая возможность у них есть. Во-первых, они их и так производят. Они там не заканчивали. У них же минимальное производство все равно есть. Просто вопрос комплектующих, которых у них не всегда хватает. А вот тут вот интересный момент, потому что какие-то комплектующие появились. Что они там собрали со своим производством ковырять? Но это не значит, что эту лавочку не прикроют. Понимаешь? И да, скорее всего, какие-то поползновения опять в ракетные удары там ближе к осени могут быть. Но опять мы с тобой смотрим этот вопрос. И я сегодня на интервью его смотрела хитро. Не учитывая множество других факторов, связанных с развитием боевых действий. Как я сегодня утром пошутила для другого канала о том, что будет ли кому-то вообще актуально стрелять осенью? И будет ли кому стрелять? И будет ли чем? Да-да-да. Из чего? Вот так вот скажешь. А я хотел просто парировать твой юмор. Будет ли чем? Потому что сложно стрелять, не имея рук. Да? Да-да-да. Скажи, пожалуйста, еще важная новость. Тихоокеанский флот в России перевели в высшую степень боевой готовности. Что это означает? Как видят твои карты и к чему готовятся после такого сообщения? И может ли в ближайшее время гореть российский флот, как это было год назад с крейсером Москва? Скажем так, горящие корабли мне тоже снились. Ну, то есть, типа, горящие корабли мне тоже снились. Финтушами России где-то там, после китайских учений, возле Тайваня, теперь где-то ползать там, ты понял, в районе Японии. Еще какая-то история. Где-то что-то приводить в боевой порядок. Это напоминает такие компульсивные потуги, произвести хоть какой-то акт импотента, который этот акт, ну, уже не способен произвести. Понимаешь, это вот чисто. Сейчас, подожди, дорогая, у меня все получится. Сегодня у тебя очень хорошо с метафорами, впрочем, как и всегда, но смысл максимально понятен. Точно такие же судорожные движения, как и с копаниями траншей, какой-то, какой, я знаю какой, маленький, маленький такой сгорбленный, сморченный дед с рупором кричит, что здесь нужно привести в порядок, тут сделайте, и тут, и все. А это супербольшой признак паники внутренней, которую ты пытаешься не выносить навне. Хорошо, с этим разобрались. Еще очень интересный вопрос, я тут, правда, вообще не в зуб ногой. Участникам войны в Украине из Ялты начали выдавать сертификаты на земельные участки в Сакском районе, а не на южном берегу Крыма. Сами участки уже сформированы, площадь каждого из них примерно по 600 квадратных метров. Власти Украины считают ничтожными решения о раздаче земли в Крыму и предупреждают, что их отмерят, как только полуостров вернется под контроль Киева. Как твои карты видят, зачем власти РФ раздают в спешке военным землю там? Ну, чтобы они не поубегали, ты будешь смеяться, ну серьезно. Ну, чтобы они просто не потекали с Крыма-то, когда что-то веселее начнется. Ну, чтобы сохранить хоть какой-то резерв. Там все находятся в состоянии короля мечей, в перевернутом. То есть там, как бы ты понимаешь, да, от какого-то ресурса, наш боевой дух равен пятерке Пентаклей. Мы, ну, на украинском языке, какие-то зневиры, не понимаешь, вот, бредем холодные, голодные и так далее. Большого энтузиазма защищать Крым. Не то, что у Аксенова нет, там ни у кого его нет. То есть как мы относимся к защите Крыма в перевернутой позиции. Кто там его собрался защищать? А это хоть какой-то вариант, хоть кого-то удержать таким вот способом, вот таким вот методом, привязав как бы за счет раздачи там земли, недвижки, вот этого всего, чтобы типа же было за что воевать и дом защищать, ну и шепты рыпнуться никуда не мог. Это такая же абсурдная история, как копание имя окопов вдоль линии береговой. Понимаешь, то есть скорее всего они собрались защищаться от русалок. И ктулху бандеровца, который под гимн Украины вылезет с моря, их тоничными щупальцами начнет захватывать Крым. И, наверное, окопы его должны обязательно остановить. Слушай, ну это прям отличное название нашей беседы. Россияне в Крыму собрались защищаться от русалок и бандеровцев со щупальцами. Да, ктулху бандеровец. Ну вот, то есть прям прекрасная история. А вот эта ситуация с тем, что Соскодовска сначала непринудительно, просто по просьбе эвакуируют людей тоже в Крым, в район Джанкоя. Это все та же история, все понимают, что контрнаступления будут и пытаются, кто имеет возможность, уехать переместиться. Да, спетлять, спетлять быстрее, что-то сделать, куда-то потеряться, потому что испытывают тройку мечей, разбитое сердце, моральные страдания. Понимают, что если сейчас этого не сделать, они окажутся в положении восьмерки мечей, зажатой по рукам и ногам. Соответственно, надо срочно что-то робить. Также вчера меня очень удивило, я вспоминаю, что менялся нарратив за последнее время несколько раз. Сначала говорят, что Крым будут отвоевывать только дипломатическим путем, но не военным. Потом появилось сообщение о том, что Крым можно отвоевать только военным путем, но не дипломатическим. И вот буквально вчера появляется новость, что опять Крым можно отвоевать дипломатическим путем, не военным. Скажи, так дипломатическим или военным путем будет в ближайшее время отвоевываться Крым? Правда, как всегда, где-то посередине. Я уже говорила, никто в Крыму брать высоты ценой людских жизней не планирует. Это самая большая глупость. Крым может посидеть в прекрасной военной блокаде. Вообще. Понимаешь? А это получается смешанный путь, потому что это военно-политический путь. И не военный, и не дипломатический. И не дипломатический. Это военно-дипломатический, военно-политический. Ты зажал все поставки, ты отрезал полуостров от всех возможных вывозов боеприпасов и завоза боеприпасов. Ты изолировал полностью военную, ты понял, как бы, инфраструктуру. Ну и все, а что делать-то будем? Долго мы так сидеть будем? Да, хорошая, хорошая мысль о том, что правда где-то посередине. Окупанты готовят план эвакуации работников также Росатома. Окупанты понимают, что это все равно сотрудники украинской энергосети и системы на Запорожской АЭС в Энергодаре. Скажи, что там. Там тоже понимают, что контрнаступление, Запорожскую АЭС отдадут или будут пытаться каким-то образом держать. Мы, помнишь, говорили о том, что там размещают выбухонебеспечные материалы, потому что никто не будет стрелять по АЭС. Что ж так зашевелились там? А зашевелились, потому что мы с тобой тоже поднимали вопрос того, что, опять-таки, штурмовать АЭС никому нафиг не нужно. Околоблокадная история тоже хорошая история, понимаешь? Если зажата позиция, обстреливается со всех сторон, не вывести, не провести, не заехать, не проехать, вопрос. Как ты собрался там торчать? Да, тоже хороший ход. Просто берут в окружение, берут в кольцо и ждут, пока люди сами выйдут, да? Ну, как люди? Люди имеют в виду работников. Да, очень, грубо говоря, но что-то около того, очень похоже. То есть, скорее всего, это понимает враг, а для того, чтобы не оказаться в очень интересной ловушке, вот такого характера изнуряющего, все начинают бежать, как крысы с корабля. Хорошо, это хорошо. Кстати, о побеге крыс с корабля, который сейчас становится все труднее и труднее, этот побег. Мобилизация в России и запрет на выезд. С этого момента в России разве не должны начаться протесты? Людям раздают повестки через интернет, присылая письма. И в этот момент сразу же автоматически блокируется выезд россиянина за границу. Как ты видишь, чувствуешь, что будет дальше происходить с этим решением внутри Рашки? Люди сожрут, как обычно сжирали. Единственное, единственное, что будет накаляться, это политические элиты. Люди сожрут все. Их people have it. Абсолютно все. И это стерпят, проглотят и съедят. Абсолютно. Вот прям я тебе серьезно говорю. У них более вероятно в процентном соотношении восстание, если их армия сейчас выйдет с нашей территории, на фоне «мы не добили хохлов, почему мы вышли», вот этот вариант более возможен, чем борьба за свои права. Ты что? У них там Навальный вздыхает в тюрьме. Их любимый Навальный. Их любимые либералы. Его опять траванули, скорее всего. Он опять блюет, он опять теряет сознание, он умирает. Где протесты? Где же они? Где Россия? Где протесты? В интернете. Ты что? Они боятся одного ОМОНовца с дубинкой. О чем мы говорим? О каких протестах по поводу повесток? Сейчас они массово начнут бежать, и они будут бежать. Они будут умирать во время этих побегов, понимаешь? Но они не пойдут никуда в отставать. Это скорее, я же говорю, задергает политические элиты. Потому что когда на войну в принудительном либо добровольном порядке ехал алкоголик Петя из Тувы, на котором висит куча кредитов, быстро займа, вот это и все истории. Жена, детей, вот эта вся штука, понимаешь? Вот, всем бы была по барабану. А теперь, когда повестка прилетит айтишнику Сереже, который привык одеваться в ЦУМе, и, например, является любовником кого-нибудь из Минобороны, а такое очень популярно там, если вдруг кто-то живет в иллюзии, то там он побежит своему папочке, своему Шугадеде, жаловаться, что ему повесточка прилетела, понимаешь? Когда вот он вообще-то в ЦУМе кроссовочки Адидас всегда покупал, и не только Адидас, а вот, чтобы красивеньким приехать. Вот, а там начнется вот это, ну, как бы напряжение в политических элитах. Люди, я бы тебе сказала, очень некультурно, но меня вырежут. Политические элиты и повторение революции 1917 года. Такое возможно, что взбунтуются все, кто там сверху, против управленцев в Кремле, каким-то образом его штурмуют. Что будет дальше? С обычными простыми людьми из Тувы мы разобрались. Как дальше будут вести себя политические элиты и Кремль? Нет, никакого грандиозного, скорее всего, захватнического, горящего бунта нет. Нет. Там, скажем так, свойственно для России смена власти пройдет, скорее всего, около потихой. Ты понял? То есть там вряд ли это будут горящие, горящие, там, я не знаю, Кремль, захват власти, там, я не знаю, как при Ленине, вот эти вот все невероятные сражения. Нет. Политические элиты будут действовать по крысе, втихаря, за спиной. Ну, то есть вот такая вот история. Ну что ж, будем наблюдать из-за поребрика или как-то из-за большой бетонной стены, когда-то был такой, да, проект, построить такую стену вокруг России, как в том анекдоте, еще сверху бетоном залить. Будем наблюдать пока издалека. Ну, пока последний вопрос о Герасимове. Этот военно-начальник в последнее время неплохо ладит с Патрушевым, ну, а когда в близком кругу его спросили, исходя из того, что сейчас происходит и будет происходить на фронте, на что он надеется, начальник генерального штаба вооруженных сил Герасимов ответил, ждем, когда *** сдохнет и это *** закончится. И если Герасимов предпочитает ждать, то другие, видимо, ждать не будут. Скажи, пожалуйста, могут Путина убрать кто-то из ближайшего окружения, предать, убрать, какие-то предатели есть рядом с Путиным, у которых есть потенциальная возможность убрать его с этого места? Да, и я тебе объясню, почему этот вариант нельзя откидывать, и он не фантастический. И если мне кто-то сейчас напишет в комментариях после этого, вы все так говорили, вы все так говорили, все вы колдыны говорили, фу шарлатаны, то я вам напомню о том, что я еще раз акцентирую внимание на том, что у Путина этот год кризисный. Он реально кризисный, он кризисный и по здоровью, он кризисный по вариантам того, что его отравят, убьют, отправят на дурку, закроют в его бункере и забудут ключи. Ну короче, то есть он правда кризисный, поэтому такой шанс в этом году очень высок. Но он кризисный, насколько он кризисный? Вот настолько, как мы хотим, он будет кризисным? Да, он настолько кризисный, насколько мы хотим. Если мы разбираем его по его непосредственной дате рождения, там все равно планетарно, по Таро, матрица судьбы, что хочешь, любой инструмент возьми, проверь, там выходит жопа. Жопа в состоянии здоровья, есть моменты угроз жизни постоянно. Если мы берем дату неофициальную, а предполагаемую, там всякими, грубо говоря, разведчиками, конспирологами, что там два года разница, там тоже такая же жопа выходит. Понимаешь? Причем, кому бы ты не взял из нормальных моих коллег, кто выдает действительно вменяемую инфу, и мы ее потом видим, ну ты понял, да, то есть типа вот она, она происходит, она сбывается. У всех реально выпадает, что у него кризисный год. Вот прям типа кризисный, по здоровью кризисный и так далее. То есть шансов умереть в этом году у него максимальное количество, из всех возможных шансов. Понимаешь? Да, этот праздник ждем всей страной. Уже даже появляют, ну постоянно появляются шутечки по поводу, что в день смерти Путина транспорт будет работать бесплатно, такси будут работать бесплатно, можно будет сходить в кафе поесть бесплатно. Ну потому что в большой праздник должно быть очень много бесплатно. Главное, чтобы, Леш, чтобы это что-то поменяло, потому что я задолбалась людям объяснять, что не Путин им единым, и Путин в головах. Кровожадные россияне хотят хлеба и зрелищ, понимаешь? Поэтому главное, чтобы это что-то действительно существенно изменило. То, что это приведет к разборкам в России, и они будут как-то отвлечены, да, но это еще не гарантирует того, что это как-то повлияет, скажем так, прямо существенно, глобально на войну. Война не выиграется сама. Война не закончится в день смерти Путина. Нет, войну выиграют украинские мальчики и девочки, мужчины и женщины, которые воюют. Это не рассосется само по себе. Это наш титанический труд каждый день. И не Путин им единым. Дохлый он или живой, это никак не влияет на то, что победу в этой войне одерживают люди, которые воюют. Без комментариев. Абсолютно без комментариев. Это была великолепная Сейрыш, шаманка из Харькова. Саша, спасибо большое тебе за расклад, за ответы, за то, что прояснила нам ситуацию. Наши зрители максимально тебя благодарят за прогнозы, за политинформацию, за экспертное мнение. И даже говорят, Саша, пора в политику. Что ты думаешь? Что ты думаешь о таком комментарии с Ютуба? Я не помню, где я встретил, но встретил под видео с тобой. Это не первое. У тебя ни одному пишут. Во-первых, у меня нет никакой симпатии ни к одной политической силе. Правда, у меня есть миллионы вопросов ко всем. Это первый момент. Второй момент. Я не обладаю тем высшим образованием, которое бы позволило мне идти в политический сектор в какой-либо другой, кроме педагогического, либо образовательного. Потому что по образованию я педагог. Поэтому если мы рассматриваем политическую карьеру, то идти я могу только в образовательную сферу. А для того, чтобы существенно идти в политику, мне нужно получить соответствующее образование. Пока я явно на это заморачиваться не хочу, потому что планы на второе образование у меня немножко другие. Они с политикой не связаны совершенно никак. Поэтому пока явно в политику не хочу. Гражданский деятель, скажем так, да, это больше моя тема. Но пихаться в Верховную Раду желания у меня, правда, нет. Я могу менять мир вокруг себя другими способами. Спасибо. И мы обязательно тебя в этом поддержим. Я получил кучу ответов. Наши зрители получили кучу ответов. И еще один из зрителей получил персональный ответ от тебя по поводу того, собираешься идти в политику или нет. Спасибо тебе большое за время, за ответы. Спасибо, что ты есть. Береги себя, береги Харьков. И обязательно встретимся в следующих видео. Это была Шаманка Сейрыш из Харькова. Спасибо большое. Подписывайтесь на все YouTube-каналы, все соцсети, все ссылки и контакты мы оставим под этим видео. Вы сможете связаться с Сашей. Если у вас возникли вопросы во время нашей беседы, оставляйте их в комментариях. Мы комментарии, как видите, тоже читаем. На этом пока что все. Вы смотрите канал People Live. Все обязательно будет хорошо. Увидимся в следующих видео. Украина переможе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok